Привет, зрители! Сегодня мы с вами изучим внимательно и досконально Kia Pro Sita Автомобиль очень интересен в силу того, что для нашего рынка Kia предлагает аж два универсала на этой платформе Что тем более удивительно, потому как обычно седаны, седаны, седаны и только седаны Подавай! Надеюсь, что именно такие очень элегантные и пускай с некоторыми азиатскими мотивами сараи Хотя вновь, да, слово сарай, вот почему, да, этот сложился образ, сарай, да, Волга, помните, сарай, да, с тёщными местами сзади Вот такие должны быть универсалы, красивые, элегантные, пускай с азиатскими мотивами уж слишком много серебра, слишком много хрома Прям кричит автомобиль, но получилось, на мой взгляд, очень здорово, очень классно и с элементами такого Porsche дизайна, Sport дизайна Ну классный дизайн, согласитесь, в общем, необычным автомобиль выглядит в потоке 100%, кажется, что это не Kia, а что-то более немецкое Пускай с элементами хрома, да, особенно, конечно, меня расстроили, вот казалось бы, да, это масло, масло, масло Кто-то уже говорит, ну всё, да, опять кому-то занесли, друзья, нет, так не пройдёшь Вот здесь вот меня больше всего расстраивает бутафория, впрочем, даже Audi стали бутафорить при раздвоенном впуске Делать вот такие вот очки, по-другому не сказать, фиктивные, да, то есть подать там круто, да, заднюю часть Но при этом сделать бутафорский выхлоп, не знаю, честно говоря Смотрите, кстати, как классно сделано, да, о, супер, да, решение А вот сюда почему-то не поставили дополнительный, было бы очень интересно, было бы вдохновляюще дополнительно То есть начинаешь придираться и видеть некие фишки, которых издалека, впрочем, не видно Так что, кто внимательно обзоры смотрит, не зря это делает, потому что может познать автомобиль так, как есть Но довольно про дизайн, я считаю, он, конечно, очень классный Особенно, например, если чуть-чуть габариты, давайте мы это сделаем Ну а после уже начнём по классике, по шаблону, потому что именно так ты можешь познать автомобиль с точки зрения обыденности И тут мы видим, да, очень круто смотрится Посмотрите, да, как они длинные диодные ленты Здесь, правда, стычка-смычка раздельная Кстати, интересно, почему нельзя сделать целиком? Может, какие-то есть нормы и правила под этой? Уж сложно сказать, а может, слишком дорогая деталь получается В общем, напишите, кто знает, зачем здесь сделан такой разрез Так что оптика хороша, безусловно Но багажник, кто-то скажет, нехорош, потому что есть сид обычный, там нет скоса и здесь мало места Но вся фишка автомобиля, что снизу под шторкой всё удалось При этом все детские кресла у меня влезли, всё получилось разместить Здесь классный, кстати, багажник с доп-фишками, посмотрите, как Дополнительные моменты Впрочем, то же самое мы можем увидеть у обычного всегда в целом, да, универсал Но тут осталось, да, кстати, ну посмотрите, сколько, посмотрите, как, да Вот это класс, вот это супер Так, ну остается только поднять это всё и увидеть, что Докатку Спертайр называется Не вижу названия В общем, такая тоненькая, тоненькая докаточка Но очень здорово, потому что докатка, что доехал до сервиса и всё Я считаю, что докатки, на самом деле, наиболее интересны Если у вас нет какого-то супер бездорожья, где действительно нужна прям, да, полноценная история Для дорог то, что надо Больше багажника, больше места, больше фишек, больше опций, да Видите, крючочки, да, они бесхитростные, но тем не менее есть Есть и, кстати, металлизированные, судя по всему, дополнительные части Правда, держатся, кстати, на обивке, смотрите Так что слишком тяжело, не надо здесь к ним крепить И вот кто-то скажет, а вот мы сейчас ущипнем, какие ущипнем, друзья Но я думаю, вряд ли вы будете возить что-то уж совсем тяжелое Лизофиксы расположены корректно Топ-тизер от них, шторочка вменяемая Ну и, конечно, элегантный кузовок, это супер Кстати, возможно, здесь и кнопочка автозакрытия Правда, скромно она скрыта Версия у нас самая простая Ух, да, силу я приложил Но, тем не менее, позволяет получить всё, что нужно За одним маленьким исключением, которое я бы добавил сюда, но это невозможно Место сзади Место сзади, как оно реализовано Складывается сиденье, абсолютно ровный пол Но, смотрите, здесь есть что? Щель, куда может что-нибудь попасть Всё это из-за двойного пола, впрочем Но, тем не менее, подобные фишки бывают Здесь, кстати, ещё, знаете, что не хватает, чтобы вот не гремели Кто скажет, сзади что-то звучит Вот этот момент, да, как-то неучтён у автомобиля То есть, в определённых положениях может греметь То есть, если, допустим, он как-то попал вот в этот ограничитель Перед ним бывает вот такое, да, и он сейчас тут О, стучит там что-то Стучит, это вот это вот, да, на самом деле Проверяйте положение вещей, и вы всему можете найти обоснование Зачастую машины, да, стучат Что-то там идёт, особенно какая-то стеклянная крыша, да, вот как, правило, стекло У всех марок, даже там у А8, у всех нет-нет, да хрустнет А вот такие элементы вы можете проверить сами Благо сейчас стараются в этом диапазоне действовать Что здесь? Ооо, ну тут, кстати, вот сам за собой сажусь проверяем, да И вот тут, ааа, кто там Аркан, кто там Аркан-то ругал, ааа Ааа, ааа, смотрите, ааа, смотрите Впиваются, впиваются в ноги В общем, всем привет, что называется Используйте подголовник правильно Он не доходит, если вы поставите правильно, да, то есть Не вбивать вот так вот, да, на одно положение Совершенно правильное положение, первое фиксированное Потому что здесь он не фиксируется внизу, да Вот первое фиксированное положение То есть, имейте в виду Так что и здесь уже всё, контакта нет Поэтому просвет должен быть Всё просто, но нащупать всё-таки можно, да, эти штырьки Имейте в общем в виду, друзья Тут у нас выхлоп, как вы видите И ничего Вот это, конечно, расстраивает Здесь реально ничего нету, кроме воздуходула Подогрев, конечно, присутствует, вот он Но USB не положено Как так, машина свежая, машина такая прям красивая, классная По-современному спроектированная Но почему USB сзади нет? Вопрос Впрочем, красота кузова Что здесь, кстати? Не E5 В 91+, слушайте, невероятно Невероятная ситуация Вот это да То есть, турбо можно лить 92-й бензин Ну, я бы, конечно, не горячился так Впрочем, производитель говорит, мол, давай Ну ладно, дать посмотрим Сзади бог с ним В целом, этот универсал, на мой взгляд, больше для тех, кто спереди Потому что изящен, красив, элегантен, да Ну, смотрите, какой классный, да Причём, Киев сделали хитро Они изменили заднюю часть И обычный сед тоже предлагают То есть, кто постарше этот Для тех, кто помоложе, кто постарше Пожалуйста, помстит Тем более, от попаративов из Hyundai Таких машин просто нет Как правило, есть клоны, да Например, там, Serato недавний седан Elantra, соответственно Да, вот это классика седан Не берите вы седан Вот машина для вас Красиво, здорово, элегантно Почти не придерёшься Почти Почему почти? Ну, скоро увидите Итак 1.4 Turbo Jedi, как говорят в народе Непосредственный впрыск Тут как сюда попал, интересно, листик Откуда он прилетел сюда? Хм Ну, слава богу, это холодная часть, да И возгорания не будет Всё скратано сзади, да Актуатор турбины, все дела Мотор 140 сил И по современным меркам Его задутость не так высока То есть ресурс должен быть То есть 100 сил с литра Ну, совершенно такой нормальный, да Это обеспечивает мягкость работы Не то, да, да Супер бусты какого-то Выживает, да Очень плавная Гармоничная работа Мотор очень хорош Поездовым свойствам Правда, очень ровен, да Ну, большинству опять Мы вот говорим всё время, да Красота, изящность, там, ещё что-то Но в итоге Большая часть потребителей Там 90% плюс Им надо, чтобы поплавнее Педаль нажала Она сама едет, всё Вот этим все Какие-то изыски Там, какие-то О, найди, это найти то, да В большом счёту К сожалению, машина Всё больше и больше Это потребительский продукт И должны быть элементы Для пользователей Пользователей Не водители Кто там чувствует Занос Нос там едет Лихачит Или, ну, надо лихачить Опять же, с умом, правильно А вот здесь мы видим Ну, удобно наливать, да Смотрите Никакого казуса Корейцы смотрят Видят Какой-нибудь, да Обзор, рассказ про автомобиль И такие Оп, мы сейчас крышечку нормально сделаем И всё, и сделали Опа Другой стороны Зачастую, получается, в автомобиле У них ни рыба, ни мясо Но вот Просит как раз Вот те моменты Мне кажется Когда они, корейцы, начинают уже Теснить прям немцев И брать их вот так Думаете Мы сейчас вам устроим Да, похоже на то Похоже на то Особенно Сейчас поедем Опять почувствуем Так Убираем Непремиальную кочерку Ну, вот кочерка, конечно, расстраивает Кочерка удивляет Думаешь Ну, вот Сэкономили, да Ну, как Даже порадоваться упором Да, это же Юзерфрендли Не получилось Вот он Истинные мемцы Поехали Ладно, закрываем мы эту историю Отмечу, что В отличие от обычных седов Здесь нет связки автомата И 1.6 128 сил Здесь только 1.4 Или крутой 1.6 Где его только достать Не знаю Но я эту работу проведу Надеюсь, мы катнем Оценим Всю ту мощь Которую предлагают Просит Как раз Под дизайн Под драйв Под все такое К сожалению Полного привода Нет Увы Да, полного привода нет Робот Ну, такая вот история Да, по мощности Я скажу Что 140 сил На самом деле Оптимум На переднем приводе Да, тебя еще не рвет В разные стороны Не тащит Да, вот этого Силового руления нет То есть Едешь Тяга Достаточно 9.2 по замерам 9.4 по паспорту То есть машина едет Даже быстрее паспорта Что удивительно Согинайте Сторию Джейнс и G7 Стингер Они чуть-чуть не выезжали С паспорта Вообще никак А здесь все по-честному Приятно Конечно Конечно приятно Теперь погружаемся в интерьер Мы здесь видим GT-Line Как красиво Как здорово сделано Морочноватый правда Внутренний Внутренний салон Да, люка-то не хватает Воздуха не хватает Да, скос задней крыши Ну, сами понимаете Дело такое Давайте посмотрим Где здесь USB Тут тоже USB нет В общем Для меня вопрос Почему так Обделили задний ряд И почему нам не дали USB разъема Хотя бы там Задили Розеточку какую-то Ну Тут и конечно С достатком Для зарядки USB Разведитель Что угодно ставьте И пользователь Мультимедиа Подключается Но где Разъемы сзади Ну вопрос Вопрос оставим В воздухе Впрочем В остальном Прям Ну хорошо Вот руль особенно Меня Руль прям Меня вдохновляет Класснейший Руль Очень удобный Со скосом Небольшим Чтобы не мешал Приятно Приятно Да Прям Вдохновитель Вдохновление Чувствую Когда я его касаюсь Но в остальном Мы видим Что привычный Интерьер Да Простройки Да Симпатичные Ставочки Не могу сказать Что он Развесел Не могу сказать Что он печален Мне кажется Вполне современный Интерьер За одним исключением Почему-то Оставили рамочку Вот эту рамочку Да Это Олдскул Да Вот это Олдскул Сейчас принято Заодно Лицо Просто Ставить Единую Панель Грубо говоря Да Если экран Даже меньше Все равно Получается Что Не нужна рамка А рамка Мне кажется Как-то все Скрадывает Да Как-то уменьшает Размер экрана Сложно сказать То есть Просилось Просилось Другое решение Но да ладно Это не так важно Давайте посмотрим Что у нас Если мы запустим Мотор Как мы будем Ощущать себя Ну и конечно же Оцениваем работу Того самого монитора Кнопочка Где она вот Спряталась Ну аспект уже Запуск Я отмечал на трассе Вроде бы ждешь Просит Динамика Драйв Стремительный интерьер Стремительный экстерьер Все у нас прям Здорово Да Вставочки GT Но где взлет стрелок Да Такая банальщина Казалось бы И вот здесь она Прям просится Нет Зато экономия топлива 8,6 В смешанном цикле И трассы И все сюда влезло 8,6 То есть Если только по городу Будет там Десять с половиной Где-то так вот При нормальной езде С пробками Машина экономична Машина экономична Что ж Здорово Жалко Нет полного приема К сожалению для меня лично Кто любит универсалы Кто считает этот тип кузова Наиболее привлекательным Наиболее оптимальным И автомобиль классический И при этом Багажник не ущемлен Вот здесь хочется полного привода Увы Хочешь полный привод Иди кроссовер покупай У тех тоже навалом Но Тем не менее Я бы предпочел Конечно полный привод Для реализации тяги Особенно 2.0 С этим Давайте посмотрим Что у нас тут происходит Проверим естественно Работу Apple CarPlay Android Auto Но сперва про цены Многие говорят Ты цен не озвучиваешь Давай нам чаще про цены Говорят Давайте посмотрим про цены Как лагает Автору Потрясающий Потрясающий ресурс Потрясающий Ну ладно Итак На нашем рынке Две комплектации GT Line GT 140-200 сил соответственно Дизели не предусмотрено Литрушки МТ не предусмотрено В целом Только МТ Для этой версии У обычных седов Есть и такие В общем Можете сами посмотреть Давайте мы нашу выберем Посмотрим Что нам здесь обещают Цена по автору Некорректная Порой от балды взятая Соответствующая Когда-то там Да С временой цены Не переписывают Миллион 519 За эту стоимость То есть Просит стоит В подобной Вариации Столько же Сколько Например Сирата В топе И мне кажется Лучше ли это Такой автомобиль Ну Сирата дешевле По-моему Сейчас не буду Заглядывать Вы можете Меня поправить У вас проще Быстрее получится Чем мы будем Сейчас тратить На поиск В интернете Как известно Моя задача Рассказать Именно про ощущения От автомобиля В комплексе Подбить Что называется Всю историю А более детально Спеки Массы Размеры Они не Неудобно С экрана На самом деле Считывать Смотрите сами Друзья Вам предлагаю Я же Основные аспекты На которые считаю Нужно Уделить внимание Про них и говорю Такой опять Реверанс Оправдание Но приходится Порой Это делать Чтоб не было Лишних вопросов Хотя возможно Их и стоит Приветствовать В общем Жду вас в комментариях Пожалуйста Пишите Чего нам здесь Не хватает Прежде всего Конечно Адаптивки Вот адаптивка Очень хочется В остальном Все тип Топ Подогрева Вся Для России Двузонный Климат Зеркала Вот Зеркала Казалось бы Вроде бы Не очень Они объемные Тоже такие Обтекаемые Но позволяет Хорошо в них Видеть дополнительные Зоны искажения Я никого За время теста Не норовил Приехать Зеркала Все вроде бы Нормально Но вот Контроль Баслепой зон Не помешал Увы Нету И опций Дополнительных Тоже нет То есть Супер Фиксированные Комплектации Без расширения Чего бы то ни было Это такой Японский Больше подход Давайте в GT Залезем Посмотрим Что здесь Обещают До 500 тысяч Плюс Да Миллион 999 900 аж Господи Ну и цена И посмотрим Что у нас тут есть Давайте оценим Посмотрим Ну тут есть Адаптивка Естественно Салон Диски 18 Уже получаются Совсем другая Уже история В общем Я попробую Конечно Сделать Найти тест 200 сильной версии Но уже видимо Это следующий год Будет Потому что сейчас Не замеришь Уже Чуть-чуть И начнется Эта история С зимой С шипами Вообще не поедет Вот видите Адаптивка Это главное По большому счету Что в ней есть Автоматической парковки Системы Ну зачем она нужна Не знаю В общем адаптивка Только нужна По большому счету Из этой версии Обзор Ну тоже Разная Танцы Танцы с бубнами Здесь не нужны Все работает Корректно Все работает Четко Как нужно Дальше Обновился Интерфейс Все здесь Видно Все здесь Есть Класс Удобно Удобно Конечно Жаль Что приходится Кабели Подсовывать Кабели Лучше правильно В общем да Кстати Не забывайте Корректировать Если неправильно Офлотарение Если неправильно Что-то говорю В комментариях Всегда жду Вместе мы с вами Сделаем лучшее Рассказывая про автомобили Которые только можно найти Итак Далее Что у нас здесь С андроидом Мы закончили Все работает здорово Айфон Я думаю Вопросы тоже не вызовет Где у нас тут Вот он Кабель спрятался Жалко Что конечно Заду USB нет Печально Разматываем Нашу кабелину По другому не сказать Это уж тройной 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 кабель Тройное удовлетворение Каждого из устройств И мини-USB И микро-USB Не мини-USB Это нет Я вас обманул Микро-USB И USB СИ соответственно Попробуем сделать Опа Проверяем Apple CarPlay Все работает Не будем мы там Посмотреть Что-то мне Все работает Все четко Единственное что Жалко Двойной не работает Касание Именно В случае С Apple CarPlay Почему они так сделали Не знаю В общем Имейте ввиду Друзья Все работает здорово Ни каких моментов Правда Что хотел бы Более современной Истории С этой рамочкой Что они решили Так вот сэкономить Непонятно Отмечу кстати Что безопасность У нас для детей Соблюдается Так что Все норм Ну и теперь Мы выключаем Наши телефоны Давайте куда-нибудь Спрячем Тут место кстати есть Но тоже вот удивительно Что прям в распор Он телефон вставляется Не подзаряжаешь Но тут есть Еще одна полочка Вот она И здесь уже Телефон Влезает То есть в принципе Можем Замесить два телефона Один заряжается Другой нет Молодцы Хочешь было поругать Потом хопа И открывается С новой стороны автомобиля Автохолд тоже есть Отмечу важная функция Признаться Поругать Киа Именно По эргономике У меня не получается Совершенно То есть какие-то придирки Да Антуражные какие-то Да вот такие Мелкие-мелкие Кто-то их подаст Что мол Вот все Машина никуда Негодна никуда Но это такая ерунда Потому что главное Как машина едет На самом деле За это Можешь все простить Итак Режим драйв Поехали Отмечу Отличную Настройку Робота Тот скажет Мы боимся робота В свое время Конечно Volkswagen Group Подмощил Репутацию Техустройств Но в итоге Сейчас они достигли Своего максимального Развития Надежностью Добавили И Киа С Хёндона Смотревшись на это дело Предложила свой Преселектив Который наделили Большей мягкостью Нежели Продукция конкурентов Да Здесь больше Проскальзывания Да Например При трогании Чуть больше Газа машина дает Чуть плавнее Она едет Чуть больше Скорее всего Из-за этого Может быть Расход топлива Но это Мои собственные Домыслы Не факт Надо же Замерять два аналога Смотреть что там В этих режимах Но при этом Тебе приятно Ехать Словно на автомате Едешь И скорость Да Приключения Ни рывков Ничего такого Да Усё с телефона Будет играть Прыгать Давайте уберем Потому что Скажите Что-то в машине Там брякает Опять-то нам Лапшу на уши Вешаешь Что-то Я стараюсь Максимально естественно Подавать Материалы Видео Потому что Ну как еще Нам да Осознать Тут автомобиль Только без разрывов Только вот как есть Так Продолжаем движение Про робот сказал Очень классная работа Посмотрите трассовую езду Посмотрите все остальные видео Про автомобиль Мне понравилось Единственное что и ланча нет Опять же Хочешь чтобы был ланч Ух да Ваг дернул светофор А тут 9,2 И ну Все равно быстрее паспорта Но хочется Да Больше рывок Полторы тысячи только машина дает Подкрутить с двух педалей Ну Так себе конечно Вряд ли кто-то будет Такое Такие маневры выполнять Ну я человек который Всегда старается Получить максимум Получить то что нужно Есть спорт режим Он сразу же нам повышает Передачу Еще больше буста Еще приятнее тяга Да Все время есть Дополнительная фишка Тем более Шумоизоляция мотора Отменная Вот Что круто То круто Шумоизоляция прям бомба Даже на предельных оборотах Не из серии Ничего Нету мотора То есть совершенно Все нормально Петаль в пол таяшь Там кикдаун есть Легко-легко Да Такое вот Гудение Даже наверное Больше к жужанию То есть Легкое Какое-то сдержанное Там где-то в глубине То есть Драйва от мотора Нет Он скрыт Опять думаешь Что просит GT-Lan Сейчас мы Когда машина Нас заведет Ну тут история Вспоминаем Электрички сейчас появились Все больше и больше Электроавтомобилей Там драйв Он тоже Ты жмешь педаль Оооо Едешь А не звук И ни черта Да Такая искусственная История началась Теряют автомобиль Конечно С отказом от ДВС Свою привлекательность Для тех Кто ощущает Хочет вибрацию Мощь агрегата Да Там бездушные электроны Да Которые выдают На гора Там свой базовый момент Эх 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 Еще раз Эх Но Такие вот времена Ничего не поделаешь Ничего не попишешь Двигаемся далее Постоим-ка всегда В нашем привычном По-дурацки Использованном Светофоре Я даже не знаю Что про него сказать Оргинатором движения Каждый раз Я ее кастерю Ну а все потому Что я понял Почему Я все время Да Неудумеваю Прошу как-то На самом деле Ситуация следующая По большому счету Проблема в том Что Кто это делает Они не делают Это для людей Они делают Для галочки Не интересен город Им не интересно Их работа Им не интересно Что они делают Просто не интересно Поэтому плевать И когда плевать Вот такой результат Получается Тяп-ляп И все Вспоминаю наш Автопром Та же самая история Зачастую люди Даже не то что денег Заработать хотят А просто хотят Что-то делать Бесценно Бессмысленно В общем Имейте ввиду Короче Ладно Закрыли Тему Связанную с этим Давайте включим Все таки Не спорт А нормальный режим Оборотов Будет поменьше Расход Будет поприятнее В чем тяги Даже хватает Да ниже Полутора тысячи Видите Не опускает И Здесь мотор Уже тянет Современные Моторы Они такие Они как раз Больше требуют Именно Автомата Того чтобы В свое время Подключать Пониженные И обеспечивать Тягу Так что Адептомеханики Вновь Посоромлены Теперь мне кажется Уже до конца Потому что Например у электромобилей Вообще нету Выбора Переключения передач Просто нет Там просто Педаль дальше И все Так что Вся эта история Это не более Такой миф Флер Того что я Мол могу Передачу Переключать В свое время Раньше было сложно Ездить Теперь легко Печальные времена Настали Но потихонечку Едем Вперед Смотрим как дела Тормоза очень острые Они требуют привыкания Сесть с одного автомобиля На другой С длинными тормозами И сидит Прям Опа Французский манер Скорее Похоже Неожиданно резкое ускорение Но привыкаешь И через некоторое время Буквально Сливаешься С тормозами Более того Они очень приятны В трассовом режиме На высоких скоростях Вот эта вот резкость Она прям Начает быть растянута И ты чувствуешь Что уверенность В тормозах возникает Были бы длиннее тормоза То на трассе Причем еще сильнее давить Сами понимаете Посмотрим что у нас С обгоном А нормально Можно гонять Проверяем обгон Как дела В 6000 выкладывает И обгон без труда Ну естественно Из 10 машины выезжают Поэтому проблем С динамикой Здесь по большому счету Нет для большинства То есть машина едет Машина обгоняет Машина перестраивается Да хотелось бы еще быстрее Но с другой стороны Я понимаю что Ну смысл в этом Для того же самого Подавляющего Большинства набившего оскомя Ну увы приходится Делать реверанс В сторону того Что мне многие пишут Зачем так Рвешь Куа ты летишь Да Ну потому что Управление автомобилем Доставляет удовольствие Именно динамика Да Именно скорость Автомобиль Он уже сам движется И должен двигаться Наиболее быстро Для того чтобы вы Перенеслись с одной точки В другую И вот такие машины Должны доставлять Больше удовольствия Что и происходит На самом деле Удивительно Удивительно Но крайне приятно Реализована У автомобиля Настройка рулевого Да Ноль Теперь Без какого-то плывуна Может быть Причина в том Что шины Да У нас тут не Nexon Набивший оскомя Но который Довольно Какой-то плывуна Впрочем Мишлен Кстати не помог Джина Судя 70 Так Мы там уже Загудел Порфельчик Поправим его Аккуратненько Чтобы не доставить Безопасность И не потерять контроль На этом автомобиле Вы внимательно Проверяйте Не отвлекайтесь Дороги Никогда Всегда на нее Смотрите И там Нашаривайте Но контроль Визуально Должен быть Всегда Это Аспект Важный Так вот Нет здесь Плавуна Какого-то В нуле При этом Предплонение Ты чувствуешь Родомерное увеличение Усилия Вот то как должно быть Получилось у седов Причем у всех Я на всех кстати поездил В рамках премии На двух На хэтче Универсале Здесь вот уже Подробно Неделю катаю Просит Без вопросов При этом тут есть Кроссоверная Плавность хода Не жестко Но и не Излишне мягко Очень сбалансировано В руль Ничто не прилетает Машина Тяготеет К Мягкости Но при этом Тебе не Ни раскаечки Ни Свойственные Порой Когда перемягчают Подвеску Начинают Ерзать Чтобы было уже Семь С тем же самым Хотели премиума Добавить Когда там Легкие неровности Прям совсем Легко проезжаются Но Перекрутили Здесь вот этого нет И Слава богу Вот подвеска Изумительно работает Не просто слова Подождем Отпустим Подальше БМВ И проедем По лежаку Побыстрее Ну чтобы было понятно Да Один проезжаем Может это в пол Отлично Отрабатывает Подвеска Да Вот на 60 Лежак проходит На Солярисинковом Тилинари Уже все Зубами Клац Удар Там Да Подвеска Зомкнулась Оп Здесь Реально Прям вот Смогли Что называется В подвеску Смогли в ролевое Тормоза тоже Хороши Ну Да Островаты Но требует привыкания Я не могу их костерить Как те же тормоза У Гранты Которые начают быть острыми Через там Треть хода Вдруг Вязкость вверху Грязь как схватит Здесь сразу ты получаешь Да вот острые тормоза Да они быстрые Да они Работают Ой Очень Да остро Но при этом Адаптация происходит быстро Усилия на педали На газы На тормоз Они примерно По ощущениям Ноги равны Из-за этого Ты Более точно Дозируешь Всю эту историю Получается Неплохо Ну в общем Вывод какой Это все истории Про Сид Как и обычные Сиды Очень хорош Это крайне сильный Игрок Я считаю Именно в актуальном Поколении Он Обыгрывает Седаны В виде Серата И Элантра Безусловно Я не знаю Кому нужны Седаны Если честно Предрассудки Заскорузлость Прошлое Есть шаблоны Два миллиона Два миллиона Два миллиона Согласен Два миллиона За добавку С 60 сил Но это реально много Это реально много Да Едет 7,5 секунд До сотни Проверим Замерим Конечно Какая-то возможность Но это излишек Это излишек Излишняя доплата Если можно было Там 100 тысяч Доплатить за этот мотор Я согласен Но по сути Адаптив Как опцию Можно было Сюда Прикрутить Но не доплачивать Поллямы Вы че Как-то Очень странно Я не знаю Как связано С ценообразованием Мне непонятно Просто непонятно Это как История с Прадо То есть Есть еще Нижняя версия С 2.7 Более-менее Как-то Не то что доступная Но Понимаю Ну 3 Ладно 3 миллиона Бог бы с ним Но дальше Дизель В нормальной Комплектации Он получается Там Вот еще Нужно Полный Привод Видели Сейчас Не знаю Порой Разбеги В комплектациях Слишком Велики И они Мешают Самой же Я опять Захрустел Портфель Что ж Такое В общем Выбирайте Автомобили По душе Я вам Честно Рекомендую Сиды И проси Это Обычные Сиды Я вам Рекомендую Они не просто Автомобили Да Какие-то Стерильные Здесь уже Появляется Искорка Появляется Какой-то Зачаток Огня И они Прям На ходу Очень приятные Очень приятные Жаль что Хенда Аналогов Нам не везет Ну Видимо Есть какой-то В этом смысл Где Отдувается Глобальная Компания Я тут С вами Прощаюсь Если есть вопросы Конечно В комментариях Если нет Вопросов То Лайк Коммент Просто Даже Так Почему бы Нет Хорош Я считаю Что Честно Говоря По Сумми Свойств От Автомобиля Он Лучше Чем Творение Из Ваговского Стана Потому Что Получилось Не так Жестко Просто Банально Нет Зубы На полку Да Управляемость Но Такой ценой Что Те реально Очень Жестко До новых встреч Пока Это было Крото